Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Наталья Горбачёвой. Сегодня я буду готовить 2 сладкие галеты с яблоками и сливами и ягодную галету с черноплодной рябиной и сливами. Тесто у меня уже готово и я приготовлю начинку. Я почищу яблоко от кожуры, но если кожура тонкая, не жёсткая, то этого можно не делать. Разрежу яблочко на четвертинки, удалю сердцевину с семечками. Взвешиваю я уже почищенные четвертинки и четвертинки разрежу на полоски. Полоски можно не разъединять, оставить их вот так. Для чего я расскажу чуть попозже, когда буду укладывать яблоки на тесто. Для галеты я буду использовать пресное тесто. На моём канале есть 2 рецепта такого теста, которое подходит для галеты. Одно из них из пшеничной муки, а другое с использованием ржаной. Сегодня у меня тесто из ржаной муки. Я поделила его на 2 части и с целой порцией теста я сделаю 2 галеты. Одну часть я уже раскатала. У меня получилась лепёшка диаметром 25-27 см и толщиной примерно 2-3 мм. Сейчас я её переложу на пергамент. А можно также раскатывать тесто прямо на пергаменте. Кусочки яблок я буду выкладывать в середину галеты, оставляя по краям примерно 2-3 см. Почему я предлагала не разделять кусочки яблок? Потому что их можно укладывать вот таким образом. Немного раздвинув, и они укладываются вот так по кругу. Получается равномерно и красиво, и достаточно быстро. Фрукты и ягоды я сверху присыплю сахаром. Сегодня я буду использовать коричневый сахар. Ну, конечно, также подойдёт и обычный белый. К 2 ложкам сахара я добавлю ложку крахмала. Крахмал можно использовать картофельный или кукурузный. И перемешаю. Во время выпекания из яблок и фруктов выделяется много сока. Поэтому добавляется крахмал, чтобы его загустить, чтобы сок не вытек. Затем я яблоки присыпаю частью сахара. На слой яблок я выложу кусочки слив. Если сливы свежие, то их стоит помыть, обсушить и, разрезав пополам, удалить косточки. У меня сегодня уже будут замороженные сливы этого сезона. Перед выпечкой ягоды размораживать не нужно. Вместо слив можно использовать и другие ягоды, которые имеются в наличии, которые нравятся. Например, черноплодную рябину, чёрную смородину, малину и так далее. Кусочки слив я выложила на слой яблок и затем посыпаю оставшимся сахаром. При желании сахар и крахмал можно спрятать под начинку. То есть выложить первый слой сахара прямо на тесто, второй на яблоки и сверху уложить сливы. И их уже ничем не посыпать. Галеты закрываю по бокам, образовывая бортики. Может и немного внахлёст. И после этого переложу галету на противень. Я буду сегодня использовать один большой противень. На нём поместятся две галеты. Прежде чем приступить к приготовлению второй галеты, я включу на прогрев духовку. Вторую часть теста я также раскатала. И теперь выложу в середину ягоды рябины, слегка придавливая, чтобы они не раскатились. Рябину, как и сливы, можно использовать замороженную. Об этом есть видео на моём канале. А также заменить другими ягодами, если нет рябины. Как свежими, так и замороженными. Рябину я также посыплю сначала частью сахара с крахмалом. И сверху, как и в первом случае, выложу сливы. О том, как заморозить сливы, есть видео на моём канале. Сейчас на него появилась ссылка, можно будет пройти посмотреть. Замороженные сливы удобно использовать в выпечке, для приготовления компотов, десертов и так далее. Это вкусно и удобно. Выкладываю в один слой. Присыплю оставшимся сахаром. Затем закрою галету по бокам. Обе галеты я переместила на противень. Лишний пергамент можно обрезать или подвернуть. Теперь поставлю выпекаться в прогретую духовку при температуре 180 градусов. Галеты пекутся в среднем 40-45 минут. Время может немного меняться. Это зависит от особенностей духовки. Приятного вам аппетита, простых и полезных рецептов! Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Приходите на мой канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы своевременно получать новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok